Привет! С вами я, Зажигалочка. Поскольку Кипр – это островное государство, то со всех сторон он окружен пляжами. Их огромное количество, и все они разные. С турпотоком в 4 миллиона туристов в год Кипр занимает 40-е место по популярности в мире и 6-е место по числу туристов на душу населения. Тем не менее, в декабре, несмотря на достаточно теплую погоду и по балтийским меркам продолжающееся лето, туристов на Кипре совсем мало и пляжи пустуют. Но для нас, не любителей толпы и многолюбности, остров показался очень привлекательным именно в это время года. Мы побывали на многих пляжах, но некоторые из них нам понравились особенно. Айянапа. Не случайно, что Айянапа – самый популярный курорт на Кипре. В Айянапе 12 пляжей. Нисси – самый известный пляж Кипра. Здесь летом всегда многолюдно, но не в декабре. В Айянапе нам больше всего понравились 3 пляжа. На одном мы ловили громадные теплые волны. На другом запечатлели торнадо. А на третьем морских пещерах наблюдали закат. Ларнака. В Ларнаке мы жили в роскошных апартаментах, расположенных всего в 100 метрах от пляжа, и по утрам за чашечкой кофе наблюдали за переменной погодой на море. На автомобиле за 5 минут добирались до пляжа Маккензи, который граничит с международным аэропортом и где можно наблюдать за посадкой самолетов. Пляж Маккензи считается лучшим в Ларнаке и награжден голубым флагом за чистоту. Нам понравилась прогулка по дорожке вдоль пляжа и, в отличие от других мест, большое количество туристов. После посещения многих городов Кипра в декабре, Ларнака нам показался самым активным городом. Пафос. В Пафосе в это время года туристов почти не найдешь. Тем не менее, великолепны как благоустроенные пляжи рядом с пустующими гостиницами, так и пляж с заброшенным кораблем, на фоне которого базируют модели. И почти дикие пляжи, которые очень интересны для пеших прогулок. Подпишитесь на мой канал, смотрите, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. С вами была Зажигалочка.